Добрый день! Я приветствую всех любителей астрологии. И сегодня у нас тема Меркурия, который переходит в знак Тельца. Какое же влияние на нас окажет этот транзит? И что в нем будет такого особенного? Именно об этом мы сейчас поговорим в ближайшее время. Дорогие мои друзья и любители астрологии, Меркурий переходит в Тельца с 15 мая, пробудет в знаке Тельца до 3 июня. И это период достаточно короткий, который может сказаться по Меркурию в этот раз. Меркурий в этом знаке наделен земными энергиями. Ведь Телец — это земной знак. И поэтому с переходом Меркурия в земную стихию наше общее понимание, как мы будем себя чувствовать, наше общение, информационный фонд и вообще активность в целом, которая свойственна для Меркурия, будет иметь более спокойный режим. Меркурий в Тельце — это достаточно медленное и весьма такое костное мышление, которое дает интеллект с некоторой заторможенной деятельностью возможной. Здесь главными приоритетными задачами, которыми мы будем вовлекаться в жизнь, это, конечно же, финансовые вопросы. И весьма здесь умелое добывание разного рода ресурсов будет для нас иметь важное значение. Планету Меркурий очень часто называют посланцем богов. И эта планета является проводником и информатором. И здесь такая, в общем-то, небольшая планета оказывает влияние на нашу интеллектуальную деятельность и взаимосвязь с миром. И вот этот транзит, который сейчас будет происходить с 15 мая по знаку Зодиака Тельца, показывает то, на что будет направлено наше внимание. Насколько благоприятен этот период может быть для учебы, для исследовательской деятельности, а в целом еще также и для общения, для коммуникации и для всех других вопросов, которые может затронуть меркурианская тема. Здесь именно в этом плане очень много вот этих вот пониманий включат именно те самые транзиты, которые показаны у нас через аспекты. И в этот раз у нас будут достаточно, можно сказать, более позитивные, но будет напряженный квадрат 17 мая складываться к планете Плутон. И это время может затронуть какие-либо напряженные моменты в этой области, которая может касаться больших каких-либо глобальных процессов, которые затрагивает Плутон. Она затрагивает всегда массы. И в целом, которые будет Меркурий выстраивать аспекты, они достаточно позитивные. Это секстиль к Сатурну 28 мая. Достаточно благоприятный аспект, который дает второй шанс для того, чтобы мы использовали силу мозговой деятельности, взяли ответственность на себя по Сатурну и достигали тех планов и задач, которые перед нами очень важны. Полусекстиль к Марсу 30 мая, который будет формировать активные действия в плане наших приемлемых для каждого каких-либо задач и проектов. И, конечно же, полусекстиль к Херону, который также будет выстраиваться 30 мая, также будет показывать двойственность выбора, который будет давать нам многозадачность. И когда мы будем наделены такими возможными ситуациями, когда выбираем путь один или другой, и как это на нас будет влиять в целом, зависит от нашего выбора. А когда 31 мая соединение будет с Ураном у планеты Меркурия, вот тогда будут внезапные какие-либо процессы, задачи, которые складываются в вашей деятельности, которые дадут такие независимые решения, которые могут от вас не зависеть. И в целом также Меркурий дает свою мечтательность в начале июня, которая складывается по секстилю с планетой Меркурия и планетой Нептун. Мечты, планы, надежды, все будет вкладывать какое-либо значение. И это положение Меркурия включает возможность расширения мировоззрения на проявленном уровне и надежном, возможном таком поле тельца, который дает материальную основу. Именно эти задачи будут в приоритете. В этом знаке Зодиака по Меркурию важно иметь основательные убеждения, доказуемые какие-либо аргументы, когда вы сталкиваетесь со своими оппонентами для разрешения каких-либо задач. И здесь самое главное выстраивать собственную систему убеждений через какую-либо традиционную или общегосударственную систему знаний. Для профессионального становления Меркурия в тельце крайне важны какие-либо люди, которые имеют для вас сильное влияние. Их можно обозначить наставниками, либо учителями. И такой Меркурий очень хорошо понимает именно практическую сторону обучения. Когда в этот период, если есть в вашей жизни наставники, вы будете очень даже благоприятно для себя осваивать те задачи, которые стоят перед вами. И здесь может быть противоречие между потребностью к расширению и овладению новыми знаниями с одной стороны по Меркурию и стремлением к глубокой внутренней детальной проработке накопленного материала. И для получения вот этих обоих показателей требуется слишком большой расход энергии. Поэтому вот такая позиция Меркурия тяготеет, возможно, к отказу от какой-либо поверхностной информации, легкой информации такой, которая поверхностный уровень имеет человеку, нужно всегда выбирать. И множественные потоки информации, расширение мировоззрения включают, конечно же, приоритет на важность информации, которой бывает и не хватает. Вот как раз-таки об этом говорит этот аспект полусекстиля к Херону, который будет в 30-х числах мая складываться. И также реалистичный и, возможно, даже энциклопедический ум и интересы у такого человека могут быть связаны с литературной, интеллектуальной деятельностью. Написание сценариев, статей, инструкций. Здесь для кого актуальны вопросы по творчеству, по самореализации, искусству. Для такого человека Меркурия могут быть очень важные, возможные периоды во времени, когда человек может проявить свою эрудицию, когда он высказывает свое мнение, которое очень даже обоснованное. В Тельце Меркурий подводит также итог всех событий, которые связаны по финансовой теме, по земным стихиям, которые имеют для человека фундамент. И по вот этому Меркурию в этот период необходимо создать для себя такую информационную базу, которая будет поступать к человеку, которая даст возможность уйти от каких-либо ложных, опасных течений своей, возможно, заблужденной такой стороны. Нужно людям, которые будут особенно подвержены каким-либо учебным процессам, либо выбирать приоритетное направление своих действий, своих желаний проявиться в социуме. Здесь очень важно проверять свои источники информации, которые к вам поступают. Вот здесь как раз-таки совет для Меркурия в Тельце не торопиться принимать сразу какое-либо решение, не торопиться на контакты, не поддаваться на враждебность какой-либо информации, которая к вам поступает. В этот период очень хорошо заниматься психоанализом, психологией, чтобы прорабатывать свои комплексы и в дальнейшем, чтобы разобраться и помочь как себе, так и другим. В этот период, может быть, лучше подвергнуть сомнению, нужно ли общаться с кем-либо или не нужно. Почему? Потому что мозговая деятельность будет подвержена большим материальным, каким-либо ресурсным вопросом. И они могут быть немножечко меркантильными. Используйте принцип такой, который даст вам, возможно, немножечко снизить коэффициент вашего общения в этот период времени или же даже быть менее заметным. Когда вы, сделав два шага назад, примите важное решение. Не стоит в этот период очень сильно нацеливать себя именно на выгоду, на мелочность, жадность и коростолюбие, которые могут взять власть над вот этой вот энергией тельца. Здесь меркурий может быть такой критичный, самокритичный, может быть консервативный ум, который не стоит в этом периоде употреблять и перебарщивать в этом направлении. Телец в этой ситуации, и вообще меркурианская тема, сам по себе он любит поговорить, потому как в Меркурии это система ума, о том, как мы выражаем свои мысли, о том, как мы общаемся. А вот в Тельце мы будем менее склонны к тому, чтобы разговаривать о каких-либо пустяках. Мы будем нацелены на дела земные, насущные, но обсуждать все обстоятельно и неторопливо в этот период будем в первую очередь не торопиться. Сейчас все больше и больше нас будут занимать вопросы финансовые и имущественные. И время вот как раз таки подводить какие-либо итоги, принимать решения важные, связанные с этими вопросами. В этот период нас не будут трогать пламенные речи и громкие лозунги. Мы нуждаемся в конкретике. В этот период снижается интерес к мистике, к иррациональному, к необъяснимому. И любая информация воспринимается, возможно, даже настороженно. Мы склонны сомневаться в ее достоверности. И чем больше нас будет стараться в чем-то убедить нас, тем больше недоверия мы можем ощущать и чувствовать по отношению к другим. По этой причине период нахождения вот этого Меркурия в цельце не подходит для продвижения своих идей, своих задач. Всем нам проще и удобнее иметь дело с проверенными методами. И здесь также при попытке в этот период нас вести возможно намеренно, когда дается нам какая-то информация, мы можем испытывать очень сильно нервное напряжение в этот период, путаться, совершать ошибки. И возможно даже некоторые могут испытывать при этом напряжение и страх. И чтобы принять что-то новое мы нуждаемся в некотором количестве времени для обдумывания с ситуациями. Так действует энергия тельца. Она более медленная, замедленная и когда она набирает силу, то есть когда уже достаточно информации, тогда уже телец действует основательно. Поэтому вот эти энергии, которые в этот период будут подвержены меркурианской теме знаки тельца, мы будем склонны и приводить в порядок дела, обстоятельно разбираться в вопросах, решать задачи, связанные и возможно с недвижимостью для нас будет в приоритете. Мы будем обсуждать финансовые вопросы. И самое главное в этот период не спорить и не доказывать свою правоту, либо делать какие-либо такие утверждающие заявления, которые могут быть неподдержаны социумом. Этот период меркурия, он в минусе он может дать период чересчур таких упрямых энергий, принципиальности, обидчивости, подозрительности и даже несговорчивости. Часто бывает сложно выразить свои мысли в этот период и все новое отвергается возможно даже сразу, даже не раздумывая. Здесь также период может быть подвержен человеческой жадности и может превысить все границы своей проявленности. Лица, которые занимаются определенными важными задачами, могут иметь возможно искаженные какие-либо проявления, которые могут касаться секретной информации. Здесь может быть перебор в этой теме. Поэтому будьте бдительнее, доверяйте только проверенной информации и не поддавайтесь на какие-либо возможные провокации. Знаете, этот Меркурий я бы так бы в конец сказала бы тише едешь, дальше будешь. Поэтому 10 раз подумать и 1 раз решить будет вернее всего для каждого из нас. Здесь нужно не торопиться в этот период времени и делать свои основательные выводы, которые помогут вам в этот период времени. Так как Меркурий в Тельце это достаточно медленное мышление и интеллект здесь может проявляться не очень-то можно так сказать на все 100%. Поэтому лучше позволить себе подумать о всех тех мыслительных процессах, которые происходят. конечно же очень активный период для тех кто сдает экзамены будут подводить итоги в мае месяце очень нужно основательно готовиться к этим периодам чтобы не забывать эту значимую для вас информацию которая закрепляется в этот период времени медленно но верно приходят важные решения которые нужно принимать осознанно ну вот на этой положительной ноте наверное я и завершу это короткое повествование о этом меркурии в знаке тельца если есть у вас какие-либо свои мысли излагайте буду рада выслушать как у вас проигрывается ваша тема меркурия по вашему положению в натальной карте и особенно интересно как она проигрывается в знаке тельца у вас благодарю за обратную связь всех благ и до новых встреч в эфире дорогие мои не не Продолжение следует...